а здрасте всем друзья привет уленьки мы продолжаем играть на карте севера фриски острова и я зашел на секундочку в 22 ферму чтобы показать вам еще один большущий прям гигантский минус этой игры который просто кошмарный мы с вами идем друзья в магазин и идем в бренды и знаете какой бренд нас интересует правильно вальтра вот это все что есть из вальтер в этой игре то есть вы понимаете да на самом деле как правило вообще те трактора которые раньше были или выходили в dlc и вообще вся техника обычно есть мод хаби в загружаемых материалах как например да все что угодно то что вот выпилена было из версии не знаю может быть с лицензиями какие-то проблемы может еще что-то короче это все добавляется то есть как мы видим именно это от разработчиков то есть разработчик гиан software татра раньше было ее из игры выпилили но пожалуйста можете поставить мод и все будет прекрасно и что же мы видим в тракторах фиат добавили которые выпили стейр добавили где мать вашу вальтеры реги траки и сделал сишек добавили старомакс добавили все добавили а вальтеры это просто знаете это плевок мне в лицо со стороны разработчиков в больших тракторах его тоже кстати нет вообще мы можем даже написать вальтера в поиске и нет доступных модификаций на мод хаби да я знаю что они в принципе есть их можно поставить я имею ввиду из интернета скачать откуда-то и все будет нормально но вы так не интересно в общем-то друзья мы тогда переходим в 19 ферму на самом деле я конечно же это все очень сильно утрировал и развил то что не надо было некоторые нытье которые того не стоит ну ладно неважно значится будем пока что играть вот первый сезон мы короче играем в девятнадцатую ферму серии 15 условно плюс-минус а потом будем смотреть и следить за обновлениями 22 фермы и может быть переберемся туда значится что из модов мы подключаем advanced stats подключаем это статистика а сколько техника наездила сколько жадки на убирали сколько комбайны на убирали сколько прицепы навозили сколько культиве на культивировано гектаров и так далее это классно альпин пак мы подключаем это все dlc идут антиролл бейлз подключаем чтоб тюки не катались автодрайв я обновил последний поставил в кое-то веке я это сделал поставил все классно бурга ульт пак ставим вот такой вот пополнялку это просто большая разбрасывал к извести точнее не пополнял к разбрасывал к извести и удобрения классовский этот самый мы тоже подключаем чоп стра это удобрение соломой тоже подключаем воровать солому с полей мы тоже подключаем курс play я тоже поставил новый самый последний может быть будет классно работать дизейбл вот это вот короче коллизия камеры тоже обязательно нужно drive distance counter эта штука в ходе показывает пробег то есть одометр короче инхэйство хикал то же самое мы ставили это easy development control это мне для тестов для всяких штук прицепы обязательно ставим на с автопогрузкой бревен follow me обязательно ставим не знаю зачем но пускай будет вот это хреновина если топлива заканчивается специальный сигнал подает тоже ставим потому что в стандартном ходе очень неудобно это сделано расширение игры для супер силы тоже ставим global company тоже обязательно ставим deal сиху вот эти вот две тоже ставим infomessage худ ставим то же самое было в двадцать второй у нас джон дировский подключаем не знаю зачем что нам еще надо прицеп с автопогрузкой поддонов на 40 штук обязательно нам нужен викон equipment pack тоже подключаем line station это станция погрузки известина нам понадобится жатки которые можно будет покрасить в любой цвет чтобы было классно пак манов который шел с золотым колосом мы подключаем multiple missions тоже подключаем park vehicle обязательно потом от для скриншотиков спирт плеер пополнялки семян извести вот этой всякой херни точнее удобрений гербицидов скорпиона пас подключим тоже который на 12 метров умеет пилить real der color и dirt fix тоже ставим refresh контракт ставим ротный пак это тоже дело сихо мы ее поставим хотя вряд ли будем ей пользоваться оси был сон map тоже на всякий случай силы дисплея тоже поставим инспектора обязательно ставим блокировщик тележки прицепы дополнительные настройки тоже это все надо животное для карты sf это мод идет в паке с картой если что можно ман зерновоз подключить на всякий случай а войс захочется его поставить объекты для карты тоже ставим поддоны хранилища рулонов тоже ставим и производство от карты то что идет в паке ставим моды золотого колса на больше не нужны можно складчиков поставить в принципе будет работать но ладно уже не будем тут как бы есть свои но и погнали ну его друзья добро пожаловать опять на эту самую карту только опять таки с нуля несмотря на то что идет вроде как 3 серия мы начинаем сначала погнали давайте еще пробежимся наверное по настройкам по основным экономическую сложность ставим высокую дорожное движение выключаем грязь пускай будет средний автозапуск выключен торможение задержкой включена скорость роста растений ставим быстро увядание растений выключаем уничтожение выключаем сорняки выключаем автосохранение тоже выключаем игру мы сохраняем это в общем то есть дополнительные настройки они в общем то выставлены с прошлых разов поэтому тут тоже все прекрасно значится 2 миллиона 150 тысяч и делаем те же самые покупки которые у нас были в прошлый раз во первых покупаемся man правда на этот раз возьмем вот этот вот мы золотого колоса он он мне больше нравится поставим на него такие широкие колесики покупаем и этому самому ману сразу же берем прицепчик тоже стандартный в общем-то понятное дело покупаем также мы прошлый раз купили комбайн вот такой вот его мы сейчас тоже берем по он прошлый раз поставили помощнее двигатель я не знаю какой в этом смысл но ладно пускай будет и покупаем его же жатку жатку ставим модовую которую можно покрасить в черный цвет чтобы не писали мне в комментариях что как так у тебя что-то фэнд а ты пользуешься жаткой от кейса в общем то будет все по красоте и декальку вешаем фэнд вот чтобы все было классно покупая первый комплект есть на самом деле сейчас создал новый сейф и карта автодрайва не перенеслась она тоже есть полная правда не переведенная как-нибудь на досуге переведу на русский но это не важно в общем-то черт я попал в прицеп я просто не знаю хватит ли здесь место чтобы всю технику которую мы купили прошлый раз еще раз здесь купить трактор друзья покупаем один трактор пока что конечно же это будет вальтер с так как я мод тот не ставил на автоматизированный трактор вот этот беспилотный берем вальтер украсим ее в оранжевую потому что какой самый лучший цвет на свете правильно оранжевый ставим широкие шины с балансировкой и двигатель помощнее отлично берем и берем небольшой набор техники для работы на полях во-первых культиватор мой любимый вот этот самый на 16 метров самый лучший культиватор на свете о синенький его из вас 2 фермы тоже выпилили да это дисковая барана я знаю ссылку ссылку берем на 12 метров который идет сделал сихи которую тоже выпилили которая мне так сильно нравится 12 метров отличный вариант пойдет берем для удобрений берем наверное блин я не знаю имеет ли смысл давайте большую возьмем чушь тут тянуть то я кстати можно покрасить в оранжевой что мы собственно и сделаем ставим расширение чтобы она была прям большой при большой можно поставить еще за 16000 такую херню нам какие-то косяки с коллизией были или ее типа нету вообще ну ладно давайте возьмем чушь тут если что эту штуку можно будет убрать так что я еще не взял сажалку я не взял точно сажалку вот эту вот не выпилили из 20 ферм поэтому возьмем собственно и и и хотя есть вот такая вот селк универсальная она и зерновые сеет 82 метра слушайте и 280 лошадей всего требует это кстати интересный вариант на самом деле тут есть проблема с узкими дорогами на этой карте и далеко не везде можно на такой гигантской техники будет проехать а еще у меня стоит карта с траншеями потому что один добрый человек который переводил эту карту на русский язык перевел именно эту версию а это именно последняя версия ну ладно давайте возьмем вот эту сажалку на 12 метров которая может быть потом возьмем ту крутую 129 тысяч у нас остается и вроде бы именно этот набор мы и покупали еще опрыскивалка была но сейчас мне нет смысла и короче говоря вот с этим вот всем добром можно уже работать на полях правда полей у нас нету также кстати я пообщался с товарищами спонсорами и по практически единогласно мы решили что начинать будем из вот этого вот острова то есть первая территорию которую мы покупаем будет вот эта территория за двести сорок одну тысячу берем ближайшее поле которое здесь чтобы прикупить стоит триста десять тысяч но погнали вообще на ту территорию сейчас посмотрим что к чему но смотрите какая большая территория у нас здесь для того чтобы построить и гаражи и элеватор и пополнялки в первую очередь нам конечно же нужен элеватор но есть у меня подозрение что денег на элеватор у нас нихрена шинки нету мы друзья построим наверное вот сразу большой потом 350 тысяч не хватает денег зараза построим большой на 350 тысяч также кстати надо нам решить будем ли мы производить семена или будем их покупать и не будем вообще париться с производством на самом деле может быть имеет смысл их производить очень большое количество производств я еще не совсем разобрался и расположены они здесь не в самом логичном порядке но у нас есть производство удобрений то есть она производится из навозной жижи или дегистата или а также 50 процентов навоза или компоста вот навозную жижу и дегистат где-то надо добывать на при нем и сразу не сможем в большом количестве производить насколько я понимаю здесь силы с дегистат точнее не ферментируется в силосной башни биореактор называется она здесь столько вопросов было где взять ферментатор как у тебя на самом деле это вот он еще что самое интересное текстурки то не переведены здесь а драгантис когда переводил все сделал по красоте производство жидких удобрений из воды и обычных удобрений кстати говоря может быть имеет смысл потом поставить такую штуку и все удобрения которые сухие потому что по цене они по моему плюс-минус одинаковые добавляем воду получаем жидкие их больше короче много чего тут надо сделать и понятное дело самый верный способ заработать денег это друзья контракты я сейчас ничего такого особенно сильно делать не буду мы их можем посмотреть их нихрена нет но есть волшебная кнопочка и фреш контракт в а теперь их стало много и тут есть довольно сочные например удобрение 66 поля прекрасный контракт тут много чего сочного есть спор урожая правда свекла это надолго и неудобно и технику мы такой не покупали и пока брать не будем короче есть тут чем заняться и друзья завтра в течение рабочего дня что-то тут летят ветряки тень бросают так вот завтра в течение рабочего дня на работе если мне будет нечего делать я позанимаюсь этими самыми контрактами на это на своей технике которую мы купили вот и после этого друзья мы с вами встретимся опять для вас это будет мгновение ока встретимся наш баланс будет больше я вам расскажу чё я поделал но и мы начнем застраивать нашу вот эту территорию в первую очередь будем облагораживать ее нужно будет здесь поставить гаражи хотя чай ладно сейчас рассказываю завтра все будет по-другому так что короче по щелчку пальцев сейчас такой белый шум здрасте еще раз а у нас тут как видите дождик пошел и судя по всему это надолго зато я выполнил несколько контрактиков есть правда вот не выполнены урожай подсолнухов собрать на арендной технике потому что что-то я жатку не прикупил 83 процента в общем-то не успели а также есть еще вот урожай ячмени я собираю и тоже как видите еще не все до конца собрано но и так как пошел дождь я не могу продолжить эти контракты они в общем-то будут висеть насколько я понимаю если мы не успеем его выполнить то это все дело просто контракты исчезнут и штрафа быть не должны хотя не знаю как она будет на самом деле на балансе у нас 463 тысячи если мы посмотрим наши заработки сегодняшние уже ушло 4000 на обслуживание техники 69 тысяч было потрачено на удобрение зато есть 104 тысяч почти 105 дохода от продажи урожая это лишний урожай который продавался после уборочных а также солома а также доходы по контрактам 358 даже 359 тысяч другое это друзья я в начале просто делал сейф что было два 150 вначале также кстати была прикуплена еще одна интересная игрушка это вот такой вот прицеп на с подборщиком соломы это в общем то нужная штука и с помощью него тоже зарабатывают сейчас какие-то денежки так как у нас появились уже какие-то финансы наверное имеет смысл начать обустраивать нашу территорию а вот она такая вот прекрасно блин дождь вот вообще не в тему сейчас пошел что нам нужно здесь на этой территории поставить нам нужно поставить несколько гаражей для техники также нам надо поставить элеватор и пополнялки для всего начнем с пополнялок они у нас находятся впрочем по сути дела надо поставить на известь на семена и на сухие удобрения а может на карте есть станция погрузки извести и это облегчило бы всю задачу облегчило бы всю работу я бы сказал но я ее знаете ли не нахожу как-то вот вообще не вижу может быть она есть но я слепой ладно неважно значится поставим сами благо стоит это все дело недорого значится пополнялка семян или надо с больших точек каких-то начинать ладно давайте начнем с элеватора так и быть ставим сразу самый большой 350 тысяч он стоит место конечно занимает немало давайте его поставим вот сюда сделаем объездной маршрут я не я не знаю короче что-нибудь будем придумывать нас с обратной стороны разгрузка идет просто есть еще возможность увеличивать вместимость этого самого элеватора хотя тут 800 кубов на каждый сорт может быть этого и хватит короче ладно поставим давайте его здесь надо же чего-то начинать плясать если что мы потом без проблем сможем поставить рядом еще здесь есть вот такие вот штуки дополнительное хранилище еще на 100 тысяч и на 350 тысяч у нас не хватает денег но в общем то вот здесь это не просто ставится и соответственно увеличивается размер можно будет раз-два здесь поставить хотя наверное имеет смысл побольше которые ставить раз-два здесь и будет гигантский элеватор и все будет прекрасно с этим в общем то понятно а зс наверное не имеет смысла ставить а вот вот эти вот пополнялки имеет смысл поставить и я бы поставил их вот сюда вдоль и здесь вот мы проведем маршруты на пополнение всего вот этого дела поставим здесь точки и на известь тоже обязательно надо поставить давайте она будет вот тут а во уже что-то более-менее похожее на нужные нам вещи также надо здесь проложить будет автодрайв обязательно но это не проблема как-нибудь сделаем хотя наверное имеет смысл даже сейчас этим заняться пока я дома пока есть у нас компьютер потому что на ноуте на клавиатуре я невозможно ездить просто надо будет еще перегнать сюда всю технику поехали вот на этом тракторе в общем то все сделаем и значится потенциально наверное у нас вот здесь вот будут стоять гаражи не знаю пока как может быть я даже вот эту штуку здесь не очень правильно расположил но ладно будем делать так как потом будет идти я еще не знаю про сколько гаражей нам надо поставить но в любом случае рисуем значится автодрайвик имеет смысл наверное сделать с запасом здесь заезд короче погнали рисовать и и ну что что-то в этом духе у нас получилось и зерно выгрузка зерно загрузка из семена удобрения пока так пока что этого хватит кстати говоря я еще забыл знаете что поставить я еще забыл поставить сюда табло вот такую вот штуку которая показывает сколько у нас тут урожая лежит и надо как-то это красиво сделать можно поставить вот сюда кстати это хорошее место но давайте лучше с другой стороны но надо сделать так чтобы она не мешала сюда можно поставить но здесь будет загораживать стол здесь уже триггер он наверное давайте сделаем вот так вот под углом и в теории здесь она мешать не будет вот такая вот штука здесь можно смотреть сколько чего у нас здесь лежит еще это все дело конечно можно настраивать сюда кстати овощи тоже можно складывать морковь лук хмели рожь мак все можно сюда сгружать компост мука даже может быть сахар земля щебень песок яблоки вишня слива груши короче все сыпучие он принимает это прекрасно на самом деле семена удобрения тоже принимает тоже это прекрасно ну и солома солома можно начать складывать уже сюда я имею ввиду с полей которая идет можно друзья также еще знаете что сделать протестировать как это работает зерно загрузка зерно выгрузка чтобы триггеры подхватывали чтобы они работали вот съездом я здесь намутил в итоге с двухсторонней дорогой чтобы если кто-то заезжает чтобы останавливались и пропускали тогда они заранее будут останавливаться если 2 единиц техники будет одна заезжает одна выезжает чтобы это все прекрасно работало судя по тому что он начал медленно ехать значит триггер он словил вот здесь эти должно будет отобразиться солома должна будет отобразиться да вот она пошла все он выгружает все прекрасно но и сейчас он сделает кружочек загрузится и в общем-то тоже должно быть все хорошо в теории если мы начнем делать сами семена их тоже можно хранить здесь семена и удобрения и в итоге можно будет просто здесь же пополнять селки и удобрялки так скорость он тоже здесь подубавил соответственно пошла загрузка отлично все работает меня это радует значит пока что вот так вот здесь рядом с базой кстати есть как раз еще территория которую можно для чего-нибудь использовать так вот значится что мы будем делать дальше следующая наша покупка которая должна будет быть это вот это самое поле нам надо будет прикупить первое еще он будем начинать она стоит триста десять тысяч у нас принципе есть вся техника для того чтобы на этом самом поле работать и начинать засевать уже какой-либо урожай но эти триста десять тысяч нужно накопить разумеется сделаю это с помощью контрактов надеюсь что я не уйду в минус и друзья следующую серию мы начнем когда у нас уже будет баланс мы будем заниматься с этим полем по технике еще единственное кстати что осталось купить это чизеля вообще их нужно конечно же купить 2 а с учетом здесь размера полей наверное может быть даже и 3 но это все уже друзья в следующие разы на этом у меня все всем огромное спасибо за просмотр спонсорам огромное спасибо за поддержку если хотите смотреть серии заранее то ссылочка на бусте в описании но в общем то лайкусики не забываем если кто не подписан то подписываемся комментарии все как обычно с вами был никита зела и всем огромное спасибо за внимание всем покаки